Имя этого молодого человека в нашем городе давно на слуху. Еще за школьной скамьей Антон Любахиниц удивлял своими планами и разработками. Сегодня Антон – учредитель компании «Элежен Студио», располагающейся в научно-технологическом парке. В центре внимания его команды – мобильное приложение. География заказов от Беларуси до Америки. На самом деле всегда людей интересуются те вещи, которые помогают зарабатывать деньги. И сейчас делятся на два типа. Люди заказывают какие-то вещи, которые помогают зарабатывать деньги в их сфере, то есть какая-то дополнительная вещь. Некоторые заказывают приложения для удобства доставки воды. Кому-то интересны логистические приложения для удобства с водителями связи. А вторая – это непосредственно такие же стартапы маленькие, либо какие-то агентства, которые знают, как что-то продвигать, какие-то мобильные приложения. И вот сейчас в основном это бум каких-то подписочных моделей, подписочных мобильных приложений, которые помогают вам правильно заниматься йогой, упражнения по дыханию. По мнению Антона, сегодня IT-сфера в первую очередь нуждается в квалифицированных кадрах. Не последнюю роль здесь играет дополнительное самообразование. Молодой руководитель уверен, эта работа должна не просто нравиться, она должна быть хобби, которому можно посвящать сутки напролет. Ведь за названием профессии и обещанными большими доходами скрывается долгая, монотонная, кропотливая работа. А заработать, по мнению Антона, можно в любой сфере, при условии, что ты профессионал. Сейчас это стало модной темой, очень сильно. Но и как любая сфера, я считаю, она должна нравиться. Когда люди говорят, что вот, это там интересно, или еще что-то. Ну, конечно, когда ты разрабатываешь свои какие-то вещи, это интересно. Но когда ты делаешь работу для заказчика, это ничем не отличается от бухгалтерии какой-то. Ты сидишь за тем же компьютером и делаешь монотонную работу. Всегда я всем советую, что не надо переться в эту сферу, потому что где-то по телевизору услышали, что здесь много денег. Денег можно заработать много в любой сфере, если ты хороший специалист. Сегодня желание освоить новую компьютерную профессию приводит многих брещан в школу MyIT. Здесь нет возрастных ограничений, поменять все кардинально можно и после 50. Кстати, самого взрослого ученику школы на момент обучения было 56 лет. Мотивация для получения знаний очень разная. Кто-то ищет себя в новом деле, а кто-то совершенствует свои знания. Александр по образованию учитель информатики. Несколько лет он работал в школе. Сегодня в планах изучить технологии создания мобильных приложений. Привело меня сюда, наверное, самообразование, потому что нужно все-таки развиваться. Поэтому и записался на курсы, чтобы изучить что-то новое для себя, новое направление. В школе MyIT мы обучаем и подростков, и взрослых. Подростки получают возможность попробовать себя в IT-профессии, в одной, в другой, в третьей, потому что бывает, что с первого раза у человека душа просто к какому-то направлению не лежит, но в определенный момент он находит и нащипывает именно ту стезю, в которой он хочет дальше развиваться. В принципе, ребята очень многие делают хорошие успехи. Ну и также мы обучаем и взрослых. Для взрослых это возможность просто поменять свою жизнь, повернуть на 180 градусов, поменять профессию. Конечно, каждый выбирает себе ремесло по душе. И хорошо, когда внутренние ощущения не подводят, а наоборот, войдет в правильном направлении. И пусть перед каждым, кто выбрал для себя эти непростые, но очень интересные профессии, новый день открывает новые перспективы и новое дыхание для того, чтобы делать этот мир лучше. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!